Мигель из Мексики спрашивает, как можно с помощью группы поднять силу требования к Творцу? Мы прежде всего в группе обрабатываем все данные, ненависть к товарищам, отторжение от товарищей, беспокойство о самом себе, всевозможные проблемы другие, которые есть здесь, зависть, страсти, тщеславие, честолюбие. То, что мы все время чувствуем, это должно быть еще более ярко выделенным и более понятным мне, в чем я нахожусь. Здесь должно быть выяснение злого начала, но это выяснение происходит в той мере, в какой я стремлюсь к хорошему. Я должен стремиться к раскрытию любви товарищей ко мне. И это смягчит мое сердце и даст мне возможность искать это в материальном виде, материальном, в земном. Я начинаю чувствовать, что вследствие более внутренней связи с товарищами раскрывается там что-то теплое, большое, что-то не из этого мира, своего вида энергия, тепло, особая сила, особая связь. И эта связь не зависит ни от нас, ни от того, чем мы занимаемся теперь и где мы теперь находимся в чувстве и в разуме, но это что-то находящееся и связывающее нас. И это совершенно не зависит от нас, потому что там есть буквально железная сеть, с которой мы все связаны вместе. И чтобы почувствовать эту связь между сердцами, я чувствую наши отношения, взаимосвязь друг с другом. И это ощущение является обязательным для того, чтобы начать развивать что-то против нашего узкого эгоизма.